Приветствую вас. Начать мне, кажется, хотелось бы с того, чтобы уточнить, что делать, чтобы что. Если вы хотите вернуть подругу, если вы хотите, чтобы она опять с вами взаимодействовала, это одно направление, один вектор корректирования и одна сфера работы. Если вы боитесь остаться, значит, одна, если вы, ну, опасаетесь того, что вы одна можете быть, да, то в таком случае это другое направление, это другой вектор работы. Понимаете? Вот. И как бы это разные вещи. Разные вещи. Если вам не хватает парня, что-то если у вас нет парня, но вы хотите, чтобы он был, то это третий вектор работы. Третье направление. Третья цель. И вот в зависимости от цели нужно, как бы, уже вырабатывать конкретный, конкретный план того, что можно сделать. Вот. Дальше. Вы говорите, что лучшая подруга променяла меня на своего парня. Надо сказать, что подобное восприятие, вот, значит, подобное восприятие поступка подруги является непринятием. То есть, как бы, вы, как будто бы, вы, как будто бы, не принимаете выбор подруги своей. Вот. А это, как бы, исключает полное принятие человека и, в свою очередь, к сожалению, ну, сделает проблематичным ваши отношения. То есть, если вы друзья, то вы понимаете, почему она так поступила, уважаете ее выбор, вот, и, соответственно, просто за нее рады и все. То есть, понимаете, что у нее теперь, как бы, изменилась реальность, у нее реальность другая. И в ее реальности не то, чтобы нет места вам, просто сместились приоритеты, сместился акцент, скажем так, вот. И это, естественно, для некоторых людей, которые, например, ну, допустим, которые, допустим, очень дорожат отношениями или которые обладают определенными предпосылками для того, чтобы отношениями дорожить и так далее. Вот. Вот. Но в любом случае это выбор человека. И если вы уважаете выбор этого человека, то, соответственно, вы не будете говорить таких вещей, что променяла, значит, ну, променяла меня там и так далее. Не променяла, потому что вы разные вещи. Вы абсолютно разные сферы отношений. Просто сейчас, на данный момент, для нее важно именно, вот, именно, именно парень. И это, на мой взгляд, ну, нормально. А то, что вам не по душе, то, что вам не по себе, то, что вам от этого тяжело, это ваша ответственность и вам нужно с этим работать. То есть, вам нужно с этим разбираться. Понимаете? Какая история. Вот. Но, опять же, другой вопрос. Хотите ли вы этого или нет? Это уже другой аспект, да? Вот. Это уже другой момент. Вот. Дальше. Что вы можете делать, да? То есть, ну, раз с ее стороны реальность сейчас вот такая, да, раз с ее стороны сейчас реальность такая, что она не готова с вами общаться на определенном уровне, то, соответственно, вам нужно принять ее уровень, да, принять ее модель общения и взаимодействовать с ней на том уровне, на котором удобнее делать. Что, грубо говоря, если вы ее пишите, да, то пишите только, столько, с таким ожиданием, да, с такими намерениями, вот, что будете рады любому проявлению ее активностью. Активностью. Любому, любому. То есть, не будете ожидать, что она обязательно с вами там пойдет гулять или она обязательно будет с вами общаться или что-то еще. Нет. Именно. 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 Будете рады любому ее проявлению. Вот. Только в этом случае можно реально рассчитывать на то, что вы сможете сохранить отношения. И впоследствии, когда ее эмоции по поводу парня улягутся, она вновь на вас обратить внимание. Вот. Но то, что сейчас происходит, показывает, что вы в себе все-таки не уверены, показывает, что вы в себе понимаетесь, у вас есть проблемы с принятием себя, что вы боитесь одиночества и так далее, и так далее. Вот это, к сожалению, не есть хорошо. И для вас будет лучше, если вы примете эту реальность, да, примете тот факт, что проблема это ваша, вот, что вы нуждаетесь в подруге. Вот. И что эта нуждаемость является проявлением, проявлением ваших желаний. Вот. И что эти желания вам нужно учитывать, реализовывать самостоятельно. И если вы будете это делать, то вы сможете стать независимой и выстраивать отношения на равных основах. Вот. И это, в свою очередь, позволит вам быть менее независимыми от людей и принимать их выбор. Любой, какой бы он ни был, без болезненного, ну, без болезненной реакции для себя. Вот. Так. Ну и, соответственно, здесь есть такой момент, что ваша подруга также в себе не уверена, да. То есть, есть такой момент, что подруга, в силу того, что у вас нет парня, ну, может бояться, что вы обратите внимание на него, да. То есть, она не может, скорее всего, сейчас гулять только с вами. Она, наверное, если бы, допустим, пошла, ну, гулять, да, то она пошла бы гулять, там, со своим мужчиной, например, и вам. Вот. Но с вами она пойти гулять не может, потому что, знаете, что у вас нет парня. И, возможно, ей стыдно, что у нее есть парень, а у вас нет, и ей стыдно перед вами. Вот. Возможно, еще есть какие-то причины. Например, она боится, что вы ее парня можете увести, да, то есть, проблема доверия. Вот. Почему я говорю про проблему доверия, потому что, ну, потому что вот на данный момент, на данный момент, вы не принимаете ее такой, какая она есть. И это наводит на мысль, что, может быть, и она не принимает вас такой, какая вы есть. А это означает, что вы недостаточно близки. Вот. А если вы недостаточно близки, да, вот, то доверию взяться неоткуда, в принципе. Вот. Такая вот цепочка. Поэтому вполне возможно, что вашей подруге будет легче, если у вас есть, если у вас будет парень. Вот. Но, опять же, это вы знаете ее лучше. То есть, это вы знаете, является ли проблемой для нее вот этот вот факт, что у вас нет парня. Или нет. Потому что, ну, понятно, что мы этого знать не можем. И не должны, в принципе, знать, да, этого. Вот. Поэтому я полагаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос с обязательным уточнением, да, с обязательным уточнением того, что вы хотите делать. Вот. То есть, вы хотите делать, чтобы что. Вот. Вот. Обязательно, ну, обязательно нужно уточнение. Значит, для этого, потому что, ну, непонятно. Непонятно. Вот. Что вам нужно. Вот. Надеюсь, что мой ответ пролил немножко свет на проблему, да. То есть, вы сказали, что спрашиваете по поводу дружбы. Вот. Понимаете, история здесь такова, что дружбу каждый понимает по-своему, исходя из своих ценностей. И дружба, вот, она, ну, скажем так, дружба госклассическая, да, когда, там, что бы ни случилось, да, там, мы будем вместе, там, и так далее. Вот. Она характерна для мужчин. Вот. Не в основном, не только. Среди женщин тоже бывает такая дружба. Но среди мужчин это, да, это честь. И почему, да, почему так? Потому что мужчины более спокойно относятся к тому, вот, когда другой мужчина меняет свою реальность. То есть, они не, как бы, не забывают, да, они помнят людей, они понимают, они анализируют, вот. А у женщины, у женщин могут быть с этим проблемы, вот. Ну, потому что женщина, женщина, существо более эмоциональное, вот. Это не плохо, не хорошо, это просто реальность, опять же, вот. И, собственно, по этой причине и возникают проблемы, которые, значит, ну, которые вы описываете, по сути дела. То есть, их бы не было, если бы вы были более уверены в себе, вот, их бы не было, если бы вы были более независимыми, и их бы не было, если бы вы, ну, возможно, не имели конфликтов в себе, ну, внутри личностных конфликтов, если бы вы не имели, вот. то, возможно, было бы лучше. Вам, ну, вам, вам было бы легче. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, что это дало определенные вещи для размышления. То есть, в принципе, вы можете... Ситуация не неразрешима, на самом деле. То есть, ситуацию, в принципе, вполне можно разрешить. Ее можно и нужно разрешить. Ну, потому что это ваша собруга, и терять друзей, я считаю, не стоит. Поэтому определитесь с тем, что вы все-таки хотите, да, определитесь с тем, что вам все-таки нужно. Вот. И, соответственно, в этом направлении можно будет поработать. В этом направлении можно будет работать, в этом направлении можно будет подумать, вот, и уже там определенные рекомендации выработать. Ну, вот, если вы, значит, хотите, чтобы, значит, ну, чтобы подруга ваша, все-таки, была с вами, да? Вот. На этом все, значит, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!